Перед Новым Годом мы традиционно строим планы, назначаем цели, думаем о том, какие сюрпризы готовит нам судьба. Но мимо чего никто не пройдет перед Новым Годом, это мимо предсказаний астрологов на год грядущий. Планеты обещают, 2020 год будет годом больших возможностей и перемен. Наступающий 2020 год пройдет под знаком белой металлической крысы. Правда, наступит он 25 января 2020. Отметим, крыса знак очень важный, с него начинается китайский зодиакальный 12-летний цикл. Так что мы вот-вот вступим не только в Новый Год, но и в новую эпоху. Напомним, наступающий 2020 високосный, что также накладывает на него особенности. Что же ждет в Новом Году все знаки китайского зодиака крыса? Это вот ваш год судьбы, время огромных возможностей и свершений. Не упустите свой шанс. Бык дружит с крысой и этой дружбой грех не воспользоваться. Тигров в предстоящем году ожидает серьезный финансовый карьерный рост. Для кроликов Год крысы предстоит не без сложностей, но уверенность в себе и аккуратность помогут преодолеть все трудности. Драконов ждет спокойный и насыщенный год. Изменения в карьере пойдут только на пользу. Змея в Год крысы исполнит свои мечты и серьезно поправит здоровье. Лошадь, для которой Год крысы может оказаться небезоблачным, благодаря упорству и жизненной силе преодолеет все трудности. Овца, как и лошадь, столкнется с некоторыми трудностями, но умеренность в тратах поможет обеспечить себе надежный тыл. Обезьяну в предстоящем году ждет прорыв на личном фронте, так что пора подумать о свадебной вечеринке и о решении квартирного вопроса. Петуху с возможными трудностями в новом году поможет справиться чутье и здравый смысл для тех, кто родился в Год собаки. Предстоящий Год крысы будет благоприятным и успешным. Не упустите удачу. Героиня уходящего года, свинья, хоть и передаст в конце января эстафету крысы, будут продолжать пожинать плоды своих достижений. Разговор на эту тему мы продолжим с нашей гостьей в студии Лилия Гаевая, астролог. Доброе утро. Доброе утро. Итак, что же нам готовит следующий год? На самом деле, следующий год будет просто невероятным, хотя потому, что в этом году будет шесть затмений. Сразу шесть затмений, четыре из которых лунных, два солнечных. И каждое затмение, оно каким-то образом отражается на разных знаках зодиака. Именно эти затмения, которые будут в 2020 году, они, безусловно, затронут в первую очередь раков, козерогов, весов и овнов. И во вторую очередь это стрельцы, плеснецы, рыбы и девы. То есть именно у этих знаков, вероятнее всего, будут какие-то изменения, такие более-менее судьбоносные. Это когда, например, год, когда мы женимся, выходим замуж, рожаем, переезжаем. Либо какие-то такие события, которые делят жизнь на до и после. И это, естественно, останется незамеченным. Более того, сейчас очень много паники по поводу високосного года. И здесь я бы хотела немножечко разведить вот эти мифы, потому что это лишь суеверие. Так как сам по себе високосный год не несет ничего страшного. Ведь это такая особенность календарная. Если бы у нас не было этого високосного года, то у нас бы давным-давно съехали. Съехали бы на годы. И как бы из-за этого ничего такого особенного с точки зрения астрологии именно из-за того, что он високосный, не будет. Но вот то, что он будет судьбоносным для многих знаков зодиака, это да. Потому что шесть затмений бывает не так часто. Еще одна особенность этого года, что именно в этом году на небе все планеты будут ретроградными. Что тоже бывает не каждый год. Ну то есть у нас есть такие планеты, как Марс и Венера. Они раз в полтора-два года бывают в таком, скажем так, как это называют, попятном движении. И это тоже оказывает некоторое влияние почти на нас, на всех. А вот многие слышали про ретроградный Меркурий, когда это говорят, что ничего хорошего это вроде бы не несет. Он на самом деле каждый год ретроградный. И он такой, знаете, астрологи его часто называют шелунишкой, потому что какие-то беды он точно не несет. Но он нас путает. И в этом году он тоже будет три раза в год. Из ближайшего это будет февраль, потом это будет лето. Лето у нас вообще, июнь-юль будет такое, что я думаю все запомнят. Потому что там, во-первых, будет сразу июнь-юль, это три затмения. Ретроградный Меркурий, ретроградный Нептун, все это вместе. Очень много будет путаницы. Если вы собираетесь в отпуск, то пожалуйста. Ну а многие летом собираются в отпуск. Перепроверяйте на несколько раз даты билетов, потому что люди прям путают очевидные какие-то моменты. Перепроверяйте какие-то договоренности. Если вам нужно какие-то проекты запустить информационные особенно, либо, может быть, какие-то переговоры провести, лучше сделать это до лета. Но сам по себе Меркурий, он не вреден. То есть чего-то плохого не несет. В природе вообще, в принципе, не бывает что-то истинно плохого или истинно хорошего. Все можно использовать в плюс, да, или как бы, скажем так, не использовать, и получится минус. И также, соответственно, с ретроградным Меркурием. Он самый безвредный, вот если так уж говорить. Он же самый популярный. Самый популярный, что три раза в год и каждый год. Вот. А такие планеты, как, например, Марс и Венера, они бывают ретроградными лишь Марс раз в два года, Венера раз в полтора года. И вот в этом году мы имеем честь их все увидеть ретроградными. То есть год будет точно не скучным. И ретроградный Марс, он скажется на наших начинаниях, это будет осенью. Если вдруг вы забросили какие-то тренировки, то самое время их возобновить именно осенью. Потому что на ретроградных планетах хорошо что-то возобновлять. А ретроградная Венера, она будет весной. И в этот момент часто шутят, что возвращаются бывшие отношения. Это ретроградная Венера, она так ассоциируется. А какое хорошее время вернуться к творчеству, да. Но не самое лучшее время для того, чтобы совершать какие-то крупные покупки. Потому что потом можно очень сильно разочароваться. Как Венера отвечает за симпатии. А вот то, что, получается, перезапускается 12-летний цикл вот с 25 января, это что-то дозначит или нет? Это что-то дозначит, и значит, это именно для 25 января, да. То есть вот именно 31 декабря у нас, скажем так, такой календарный, традиционный наш любимый праздник. Но действительно, да, Новый год, если уж мы говорим про Восточный, наступает именно 25 января. И это прекрасное время, очень сильное время именно для закладывания своих намерений. То есть сейчас очень популярно делать карты желаний, да, например. Вот это просто идеальное время для того, чтобы делать карты желаний, прописывать свои какие-то хотелки, скажем так, да, на Новый год. И действительно можно заложить большой-большой потенциал на ближайшие те же 12 лет. Да, это вот именно для этого время замечательно, оно такое позитивное, можно так сказать. И действительно год будет полон. Перемены эти намерения, которые вы будете закладывать, вы уже сейчас почувствуете на себе. А вот вы сказали, что особенный будет год, в первую очередь, козероги, раки, вот для остальных знаков зодиака, можно сказать? Да, смотрите, получается, большая свобода выбора в 2020 году у львов и у скорпионов. Их меньше затрагивают все вот эти движения на небе. И действительно, они, скажем так, перемены инициируют сами. Да, как я уже сказала, выше раки, козероги, весы и овны, они и в прошлом году их затрагивали, да, многие небесные события. В этом году заканчивается чуть вот это вот все движение по отношению к ним. Но тоже будут, да, такие интересные. То есть сейчас замечательное для этих знаков время для трансформации. Близнецы, стрельцы, рыбы и девы, я уже сказала о том, что это тоже такой их начинается год. У них будет больше действительно поездок, переездов, каких-то новых таких горизонтов открытых. Не сказала про тельцов. У тельцов, особенно сейчас весной, возможно, такие резкие, неожиданные перемены. Но опять же, положительные, да, или отрицательные. Безусловно, это будет индивидуально каждому, да, ну, то есть не бывает для всех одинакового. Но перемены, да, ждут тельцов. И водолеев, про водолеев не упомянула. От водолеев в этом году потребуется больше такая дисциплина, что для самого знака водолей, такого более свободного, достаточно сложновато, может быть. Но зато, если водолеи будут себя более-менее дисциплинированно вести весь этот год, то к концу года ожидается действительно большая удача. Не только для водолеев, но и для близнецов и весов в том числе. То есть, да, возможно, такие везения. Может быть, лотерею можно купить. А вот вы говорите про путешествия, а куда вот мы, где вы, поедем, там у вас не написано. Куда поедете? Куда билеты, смотри. Главное, перепроверяй все. Я перепроверю. Летом, главное. Уж я-то перепроверю. Да, в феврале, получается, летом, и в ноябре, ноябрь, октябрь, вот эти такие даты, когда нужно все перепроверять. Лили, спасибо вам большое. С Новым годом наступающим. Спасибо вам тоже. Пока календарным. И вас тоже. У нас в гостях была Лилия Гаевая, астролог. У нас в гостях была Лилия Гаевая, астролог.